а шо у вас тут случилось шо вы к людям такое чего ты взял я буду смотреть тогда когда вы будете норму выполнять вам делать нехер или шо послушай если бы не подошел бы ты сейчас бы зал бы дон и выписал человек становление я еще раз объясняю там на этом мосту стоят и вы еще херней занимаетесь вам делать нечего скажите пожалуйста или вы с ума подсходили скажи пожалуйста мне кажется шоу сходим подсходили с ума я так же самым на службе выполняю свои функциональные обязанности знак 334 вот конкретно за этот знак ваш батальон потому что у вас есть такой лесорубь которая покрыл мониторин за знак 334 будь ваш батальон весь это ты меня можешь передать латыша пусть латыша меня наберет понимаешь я прекрасно понимаю прекрасно понимаю тоже не глупый я прекрасно понимаю что ты умеешь человек вот зашел говорит поломался и он показал только что эти провода пусть едет я ничего какие провода показал в пакете которые какие провода ты стоишь возле меня ты даже не понимаешь у него в пакете было конечно он скажет что это провода были еще первый раз за рулем или шоу таких как вы очень много таких как я я один я не могу со всеми справляться вот не могу понимает но когда за знак три три четыре вы подходите тоже за чего горит до здесь на ваши документы ты класс класс а давай меня под знаком давай он смотри на повороте синий дождь стоит 10 метров давай имеешь ввиду что я сейчас подошел ты говоришь клац-клац документы нам лучше сел там выписал ты это имеешь ввиду а даже синий дождя справа правил будет все равно бы пацанова была почему ты так говоришь что было на постаново или я как-то работаю на какой-то парень сказал масло вытекло залил масло сейчас уезжаю только что здесь стоял бус который аккулатор вызываю акватор ты думаешь я не понимаю почему он так говорит понимаю думаю ладно серьезно ну что серьезно давай я говорю пойти пошли он в доджи он стоит смотри с нарушением десятка старин ванна стоит opel стоит нарушение полоса движения вот здесь здесь и какая полоса полоса разгона полоса разгона за жду полоса разгона смотри тут какой трафик сколько тут мужчин дети все серьезно конечно серьезно и вы такие вы зная и родина будет и вы такие робин гуды и посетовали вот здесь а чтобы это никто не говорит что робин гуд это не заезжать тем более на автографе да авиа конечно плохо заехал вопросов нет ее плохо заехала Око открыли уже, да господи, стань на око тогда, правильно? Ты в территорию, ты же сам знаешь, посмотри. А кто тебе сказал, что на око разрешат тебе остановиться? А почему? Если там будет остановиться очень много машин, я тебе могу сказать, что здесь написано въезд, там есть площадка. Знаешь такое, я заезжаю на эту площадку и выезжаю вон там. Правильно, если тебе еще нету пятерки, то встань там, вот и все. Кто же здесь в пятерке делает, тут не в пятерке делает, тут нет, ну а факт. Вадик, смотри, так ты же знаешь, тут люди разные у нас есть. И люди пытаются что сделать, правильно, наказать. Слушай, я вот сейчас, скажи, Щербань ваш командир, да? Передайте ему, я ему уже говори, что он ехать. Вот так вот, перейдя. Давай я позвоню. Да не надо ему, ты его увидишь. А я от него только еду, я от него только еду. Ну на переезд скажи, что приехал этот дом и начинает нас оскорблять. А ты меня чем-то оскорбил или что? А ты скажи, что оскорбил. А ты скажи, что я скажу. Так что, я получается буду балаболом или что? Это уже твое мнение было. В смысле, мое мнение? Ну твое уже мнение. Ну если бы это было, я бы сказал, что точно так. Семь, тридцать процентов сложилось мнение обо мне. А семьдесят, чтоб... И поверь, еще семьдесят процентов не были у меня в кадре. А чистых процентов, как Щербань, который клеммку не включил. Чисто клеммку. А то он же думал, что я в прямом эфире. Нет, я не в прямом эфире. И он пытается пойти на рожон. Ну пусть идет на рожон. Он принципиально и я принципиально. Вот ты когда ему передашь, ему мои слова. Хорошо, я передам. Вообще не вопрос. Передам. Могу даже сейчас набрать передам. Когда я уеду? Можешь сейчас. Мне вообще... Когда... Последний раз в вашу... Прямым текстом. Последний раз. Последний раз, когда вас... Активисты. Даже я. Все бывают в отпусках. Я не могу говорить за кого-то другого. Я езжу с одним человеком в экипаж. Все. Все. Могу сказать за себя. А я езжу по всему городу и Харьковской области. И стараюсь помыть всех. Бесплатно. Ну это твои вопросы. Я только кайфую. Смотри, это твоя гражданская позиция. Не, я просто кайф от тебя. Пап, я извиняюсь. Смотри, чтобы я не был балаболом. Я не сказал, что ты балабол. Не сказал, я убью. Хорошо. Вызов. Все. Будь здоров. Будьте здоровы. Хорошо. Будьте здоровы. Сейчас. Здоровья. Сейчас. Здоровья, удачи. Вам тоже не болит. Счастливо. Друзья, вот еще банальный пример. Полицейские адекватно разговаривали, но у меня просто накипело то, что под знак 334 полицейские пытаются применить штраф. Запомните, полицейский не может вас привлечь за знак 334, если у него нет фактических данных. А именно, что вы выходили, вы не отреагировали на его замечания и все такое прочее. Это не столь важно. Поэтому, друзья, чтобы с вами такое не происходило, вам нужно присоединиться в нашу группу «Надзор Харьков» в Телеграме. Также у нас есть инстаграм «Надзор Харьков», также есть мой инстаграм и обязательно YouTube канал «Вадос Харьков». Друзья, все в описании. Ну а я погнал дальше. Все, всем удачи.